Перешел в паб, у нас есть такая традиция, каждый раз, когда мы получаем зарплату, мы встречаемся в пабе, пьем пиво, и мне уже принесли пиво, кому интересно, я вам расскажу быстро о пиве. Есть два главных вида пива, это лагерь и эйл, в чем разница в температуре ферментации, то есть эйл высокая температура ферментации, лагерь низкая. Если вы хотите больше информации, обратитесь в гугл. Пока что я в пабе сам, как видите, четыре человека должно быть, но я пришел на 20 минут раньше, потому что я люблю быть в Паранче, и все, это единственная причина, я просто люблю быть в Паранче, выпить одно пиво перед всеми, вот так вот, взял IPA, горькое пиво, насыщенное, со вкусом, наверное, какого-то лимона и цитруса, оно горькое, многим людям не нравится, но мне офигенно, я еще люблю нефильтрованное. Субтитры делал DimaTorzok Добавил субтитры делал DimaTorzok Добавил субтитры делал DimaTorzok Субтитры сделал 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 DimaTorzok Больше нечего делать Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok DimaTorzok 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 выпил мохито безалкогольный добавил туда немного бакарди чтобы он стал алкогольным травис тоже что-то выпил и и все едем домой вот такая вот пробежка у меня реально болят ноги потому что мы посидели выпили этот мохито я встал я сейчас не чувствую ноги вообще потому что я бежал намного быстрее чем я могу но будем бегать каждое воскресенье если вы вдруг в калгари то я вас приглашаю пишите мне сообщение будем каждое воскресенье бегать по 8 километров или по 7 у кого как получится ставьте свои лайки оставляйте комментарии и увидимся либо в следующем видео либо сейчас и для вас сейчас для меня когда-нибудь посмотрим что не знаю а каждую олю взял себе как обычно кофе тим портон с дабл дабл мою любимое кому не нравится ваш проблем что я хотел сказать я в канаде уже годы два месяца и ни разу не слышал французский сейчас передо мной французском и еще две молодые девушки канадки какие-то не знаю но говорили на французском и сразу два человека точнее сразу две группы людей которые говорят на французском и при том что одна из них не знала английский вообще и работница в тима тима хортонс пыталась с ними на французском говорить на котором она не знает это было немножко смешно ну такие вещи надо снимать наверное неприятно снимать людей которых ты не знаешь такие достает камеру начинаешь снимать не знаю кофе тим хортонс было для меня бесплатным у меня есть еще одно бесплатное кофе если вы находитесь в канаде скачать и приложение тима хортонс каждый раз когда вы что-то покупаете у вас есть возможность покрутить колесико и выиграть что-то бесплатное даже 10 тысяч долларов или даже машину но я выиграл два бесплатных кофе так что одно уже использовал еще одно бесплатное кофе возьму может завтра когда буду ехать на работу а может быть и после завтра бесплатный кофе не всегда подходит конечно не 10 тысяч долларов но ничего страшного